Издательство «Эксмо» Татьяна и Анна Поляковы «Когда я вернусь?» В кофейню я приехала за полчаса до назначенного времени и удачно заняла симпатичный столик прямо у окна. Заказала чай и попыталась соединить воедино все, что успело произойти за последние дни. Признаться, на абсолютную откровенность Забелина я не рассчитывала. Нисколько не удивлюсь, если он все-таки параллельно ведет свое расследование. Он всегда держит все под контролем, а назначение меня главным детективом — не более чем игра. Кому как не мне знать, насколько любит играть мой бывший, поручил дело своей любимой игрушке и наблюдай сколько душе угодно. В своем положении он чувствует себя уязвимым, и привык он совсем к другому. Отличная возможность почувствовать свою власть, наблюдать за моим расследованием, ведя свое. Если бы не на шутку расстроенная Кристина, то я бы, пожалуй, заподозрила Валерку в инсценировке ограбления. Ладно втянуть в это Игоря, но его беременную жену? Нет, это слишком даже для такого типа, как мой бывший. Я настолько погрузилась в размышления, что не заметила не только, как остыл мой чай, но и как в помещении появился Сергей. «Красивая девушка в глубокой задумчивости! Что может быть прекрасней?» — весело сказал он, устраиваясь напротив меня за столом. «Как же я рад тебя видеть!» «Взаимно!» — широко улыбнулась я. И как только официант принял заказ, мы начали вспоминать нашу последнюю встречу. Затем предпоследнюю, потом перешли на обсуждение одноклассников. Признаться, я почти ни с кем не общалась, поэтому тема быстро иссякла. «Ну, рассказывай, что случилось?» — спросил Сергей, когда закончил рассказ о Димке Степанове, который, по слухам, успел уже три раза жениться и трижды же стать отцом. Надо признаться, серьезные достижения, учитывая наш возраст. «Не сказать, чтобы что-то случилось, но очень нужна твоя помощь». «Это я с радостью!» — с готовностью ответил он. «До сих пор чувствую себя обязанным и тебе, и Леониду Сергеевичу. Он мне такой старт в жизни дал! Мировой у тебя, батя, конечно! И ведь ни разу не упрекнул в том, что я ушел от него тогда». «Вот как раз о твоем новом месте работы то я и хотела поговорить. Хотя как новым? Сколько ты там уже?» «Да лет шесть, наверное», — задумался Серега. «А что надо-то?» «Честно говоря, сама толком не знаю что. Только, пожалуйста, между нами». «Это само собой». Поднял он одну руку вверх, во второй держал чашку с кофе. «В общем, как тебе известно, самый большой ваш конкурент — мой бывший, начала была я, но Серега меня перебил. Ужас, конечно, что с ним случилось. В самом расцвете лет, мужик. Конкурент конкурентам. Но наши, все, как ты знаешь, с уважением стали к нему относиться после того, что случилось. Хотя не сказать, что и раньше в открытую враждовали. Ты уж извини, Полин, но слухи разные ходят. В общем, правда, что он тебя спасал?» «Правда». «Ну, мужик», — протянул Серега. «Другой бы о своей шкуре думал. Тем более вы уже все-таки в разводе. Любит тебя до сих пор, как пить дать. Да и как тебя не любить?» «Ладно, извини, отвлекся». «В общем, Валера склонен подозревать, что кто-то из его сотрудников сливает вашим информацию, важную информацию, такую, которая способна здорово навредить его бизнесу и помочь вашему». «Примерно понимаю», — медленно покивал Серега. «Можешь поделиться, как обстановка у вас в целом? Нет ощущения, будто что-то назревает». «Признаться, у нас сейчас все отделы поглощены бассейном. Знаешь, наверное, что Москва деньги выделяет. Хотят в городе бассейн новый строить, делать на его базе школу Олимпийского резерва. Вроде все неплохо для нас складывается. Забелин не претендует, он сейчас больше торговым центром занят, который, кстати, из-под носа у нас увел». «Да, слышала», — кивнула я. «Ну вот, все заняты сейчас этим вопросом в основном. Хотя, ты понимаешь, я далеко не первый человек в компании. Меня в курс дела могут и не поставить». «Но могут и поставить». «Могут», — улыбнулся Серега. «Не прошу тебя ни о каких деталях. Просто сообщи, если вдруг начнется какой-либо шорох». «Понял». «Обещать не могу», — начал было Белозеров. «Я все понимаю», — заверила я. «Но пока все тихо. Не похоже, что собираемся с Забелином тягаться или палки в колеса вставлять». «Плохо», — вздохнула я. «Лучше, чтобы собирались». «Нет, лучше, чтобы появилась ясность». «С этим в жизни вообще тяжело», — философски заметил Серега. «Скажи, а никто из сотрудников Забелина у вас в офисе не появлялся последнее время?» «Нет, не видел. Но запрос понятен. Понаблюдаю, поспрашиваю». «Ты лучший», — заверила его я. «Был бы лучшим, звонила бы почаще». Мы стали болтать о том о сём. Оказалось, что Белозеров нацелился на создание ячейки общества и даже обещал познакомить меня с невестой. За разговорами я не заметила, как прилетело время. Забелин, наверное, остался один в офисе. Пора его оттуда вызволять. Тем более, что скоро приедет Денис делать массаж. Мы простились со старым другом, он обещал сообщить, если появятся какие-то интересующие меня новости. Я рассчитывала, что появиться они должны в ближайшее время. Не может же Кондратьев вечно скрываться. Одно дело от Забелина, но другое дело от Кристинки. Вечером в голову мне пришла неожиданная мысль, которую мне захотелось обсудить с бывшим. Я, мучительно выжидая, ходила туда-сюда по коридору дома, прислушивалась, не закончился ли массаж. Наконец, Дениса мы проводили, но за едой заговорить я так и не решилась. После ужина, когда мы устроились в гостиной, он сам начал разговор. Похоже, что тоже устал строить догадки в одиночестве. Думаю, вскоре стоит ждать малоприятных гостей в форме. Это тебе нужные люди донесли? Нет, хотя я держу руку на пульсе. Уверяют все тихо, но как знать. Там, где замешаны деньги, доверять нельзя никому. Не поспоришь, согласилась я. Получается, в выходные Игорь забирает папку из сейфа, там документы, последнее звено собранного материала, с которым он может отправиться либо в пункт А, либо в пункт Б. Где А — конкуренты, А, Б — полиция, верно? Именно. Конкуренты, несомненно, выгоднее. — Финансовое вознаграждение и все такое. Возможно, теплое место. Но менты, зачем ему тебя подставлять? Ведь он автоматически лишается работы и репутации. Кому нужен доносчик? Глядя на Забелина, спросила я с сомнением. — Никому, — согласился Валерка, а я не понимала, куда он клонит. — Неужели просто и желание насолить тебе и пропади все пропадом? А как же Кристина? — Нет, он не дурак, — нахмурилась я. — Вот именно не дурак. Умный, хваткий парень, пришедший с самых низов и здорово взлетевший. Знаешь, почему? — Почему же? — Он никогда не останавливается. Во всем. Когда у меня уже ни сил, ни идей, у него они есть всегда. Ему всегда мало. Мало проектов, мало прибыли, мало женщин, в конце концов, — усмехнулся Забелин. И он решает, что позиция подчиненного, пусть и на такой высокой должности, не для него? — Соображаешь, — довольно кивнул Забелин и потянулся за пледом. Я помогла ему укрыть ноги, а тут я в таком уязвимом положении. Тогда он терпеливо собирает компромат, чтобы упечь тебя за решетку и взять бизнес на себя. — Зачем ему мой бизнес, когда можно организовать свой? Конкуренции у нас в городе немного, глава у него работает как надо, все при нем. — Чего-то такого ты и опасался, когда просил меня понаблюдать за сотрудниками. — Я всегда на чеку. Так я устроен, милая, — ухмыльнулся Забелин. — И все же подозревал его уже тогда? — Честно, нет. Просто хотелось не проворонить брешь в компании, если она возникнет. Но, как видишь, кто-то оказался умнее. — Почему кто-то? Ты думаешь, это может быть и не Игорь? Тогда зачем ему залегать на дно? — резонно поинтересовалась я. — Незачем. Просто хочется верить в лучшее. — Предательство — это очень больно, — пристально посмотрел на меня Забелин. — Тебе ли не знать? — Вот что я подумала, — начала я спустя несколько секунд, стоически выдержав его взгляд. — А что, если мы ошиблись, и он все это время прятался у Мишель? — Оделся? Куда? — перебил меня бывший. — В магазин выходил, пока вы квартиру обыскивали. — Уехал к родителям Кристины в область. — Хм. Забелин крепко задумался. — Иначе он серьезно рискует ее здоровьем, а значит, ребенком. Сколько можно держать ее в неведении? — Это очень хорошая мысль, милая. Очень хорошая. — Все-таки я не ошибся, поручив тебе это дело. Мы ведь видели Кристину только один раз. Вполне возможно, что вскоре он вышел на связь, попросил молчать и возвращаться к родителям, потому что изначальный план у него был там ее и застать. Но она запаниковала раньше времени и вернулась в город, догадался Валерка. — Да. С одной стороны, выдало нам его отсутствие раньше времени, а с другой, мы могли воочию убедиться, что она действительно не знает, где он и что с ним. — А значит, точно не станем его искать у родителей. — Конечно. — Но я слышал ваш разговор с Милой, судя по тому, что она рассказывала, Кристина в жутком состоянии, вспомнил Забелин. — Судя по тому, что нам известно о беременности Милы, она склонна преувеличивать. Либо Крис искусно разыграл спектакль перед подругой, предположил он. Ну или Игорь оттягивал выход с ней на связь до последнего. — Милая, не устаю тобой восхищаться. Валерка потянулся за моей рукой и крепко ее сжал. Трактовать это можно было как угодно, но сегодня я предпочла счесть это за благодарность. Вряд ли искреннюю, но мне и такое за глаза. Вслед за своим неожиданным жестом он набрал чей-то номер и попросил собеседника на том конце провода выяснить адрес родителей Кристины, продиктовав все данные, которые ему были о ней известны. — Вряд ли сегодня, но думаю, что завтра у нас уже будет адрес, — довольно заключил Забелин. — Сразу же отправлю туда парней. Надеюсь, что совсем скоро мы сможем встретиться с Кондратьевым. — А сейчас пора перемещаться в спальню, — сказала я. — Хотела бы я услышать это от тебя при других обстоятельствах, милая, — ответил бывший, а я снова не знала, как на это реагировать. Забелин быстро заснул, а я ворочалась из стороны в сторону, прислушиваясь то к его дыханию, то к звуку ветра за окном. Перевернулась на спину, затем на бок, потом на другой. Сон все не шел. Я пыталась разложить всю собранную информацию по воображаемым полочкам в голове, но то и дело ловила себя на мысли о том, что без Владана я не то что не сыщик, но даже не полсыщика и не четверть. Без него ничего не получается в полную силу. Ни работать, ни радоваться, ни жить. Почему он исчез так надолго? Почему именно сейчас? Почему именно со мной? Неужели они не могли забрать его туда, когда он был Маринкин, когда я не знала его? Примерно с этими мыслями я уснула. Во сне мы были с ним вместе, где-то у моря, на белом песке. Он, я и никого в поле зрения. Только волны горизонт и голубое, необъятное небо. Мы просто лежали вдвоем, моя голова была на его руке, я гладила его волосы и была счастлива. Просто наслаждалась моментом и теплом, которое окутывало нас снаружи и разливалось внутри. Прервал мой сон громкий скрип и привычный шум. Забелин проснулся и перебирался из кровати в коляску. Я была так зла на него за то, что вырвал меня из грез, что против обыкновенного даже не подорвалась помочь ему придержать коляску. Просто повернулась на другой бок и притворилась спящей. Сказалась бессонная ночь, я действительно вскоре уснула. На этот раз, проснувшись, ничего из своего последнего сна я не помнила, а оттого обиделась на Забелина еще больше. Приняв душ, я вышла в гостиную. Он сидел, улыбаясь чему-то на экране смартфона, услышал меня и развернул коляску в мою сторону. Выспалась? Можно и так сказать, уклончиво ответила я. Есть новости. Адрес пока не сообщили, если ты об этом. Пожалуй, наведаюсь к Миле под благовидным предлогом. Рассчитываешь меня опередить? Усмехнулся Забелин. Нет, просто хочу послушать очередную душесчипательную историю с налетом токсикоза. Пожалуй, я плечами. Дерзай. Я не стала завтракать, надела джинсы, серо-голубой свитер с большим горлом, удобную обувь, куртку и даже шапку. На улице светило солнце, очень хотелось прогуляться. Примерно минуту я боролась с угрызениями совести, которая настойчиво твердила, что Забелину наверняка тоже хочется подышать свежим воздухом. В итоге пришла к компромиссу. Мы можем это сделать ближе к вечеру. Заглянула в гостиную и, убедившись, что моя помощь ему пока не нужна, сказала, что планирую после Милы встретиться с Маринкой. Он по обыкновению посоветовал мне не торопиться, а я вышла на улицу и набрала номер Милы. Она не ответила. Тогда я позвонила Марине. «Привет, ты где?» «У себя», ответила подруга. Жила она в яме в соседней с Владаном квартире. «Может быть, позавтракаем где-нибудь?» «У нас только у Тамары можно позавтракать, чтобы не травануться», ответила Маринка. Тамара трудилась в баре прямо напротив офиса Марича и являлась его любимой женщиной. После нас с Мариной, разумеется. Была она необъятных размеров снаружи и широкой души женщины внутри. Наши с ней отношения поначалу были не из простых, но она быстро сменила гнев на милость. «Я с радостью, давно ее не видела», вздохнула я, вспоминая, как регулярно бегала к ней по утрам, за яичницей и кофе для Владана, пока он не исчез. «На самом деле, я уже позавтракала, а тебя накормлю, приезжай», предложила Маринка, и я не стала отказываться, хотя, признаться, такая мысль меня посетила. Осенью, когда Владан исчез, я все время проводила в яме, приходила в офис нашего детективного агентства, хотя, конечно же, никакая работа без Марича меня там не ждала. Зато ждала я. Его молилась и ждала. Каждый день. Потом, как гром среди и без того хмурого неба, случилось покушение, которое буквально перевернуло мою жизнь с ног на голову. Вновь. Получается тогда, что с головы на ноги, но легче от этого не стало. Со всеми заботами о бывшем первое время у меня просто не было возможности выбираться сюда, хотя, признаться, тянуло неудержимо. Помню, как только я впервые рискнула оставить Валерку одного в доме, сразу же рванула в яму, взмыла по лестнице и буквально ворвалась в квартиру Владана. Мне так хотелось верить, что там меня встретит, если не он сам, то хотя бы весточка от него. Однако, почтовый ящик был пуст, а квартира выглядела так же, как я ее и оставила, если не брать в расчет слой пыли, появившийся на всех поверхностях. В офисе меня ждало такое же печальное зрелище. Теперь, когда я могла приезжать сюда чаще, я предпочитала растягивать перерывы между визитами. Мне казалось, что чем дольше я отсутствую, тем больше вероятность, что по возвращении меня будет ждать маленький знак, хоть какая-то весточка, которая даст мне новые силы надеяться, молиться и ждать. Припарковавшись у подъезда, я с тоской посмотрела на машины Владана, стоявшие во дворе под остатками снежных шапок. Любой здравомыслящий человек не оставил бы свой автомобиль в яме, не то что на полгода, но даже и на пару часов. Иначе рисковал бы лишиться колес, зеркал, а вероятно и автомобиля целиком. К жителям самого района местная шпана была, конечно, куда более снисходительна. Главное не переходить никому дорогу. Ну а серп был тут местной легендой, героем и авторитетом в одном лице. Важали его настолько, что когда я бросила взгляд на два его автомобиля, первой мыслью была смелая, мальчишки могли бы и снег почистить. Я тихо поднялась на второй этаж и постаралась беззвучно достать ключи, чтобы незаметно зайти в квартиру Марича, не привлекая внимания Маринки. Мне это почти удалось. Я повернула ключ два раза, потянула за ручку, дверь начала со скрипом открываться, и в этот момент я услышала голос за своей спиной. «Ты вроде ко мне собиралась», резонно заметила Маринка, стоя в дверном проеме своей квартиры. «Хотела проверить, все ли в порядке», повернулась я к ней, опустив плечи. «Приглядываю, не переживай», усмехнулась подруга. «Проходи давай, сырники остынут». «Сколько можно?» спросила я дрожащим голосом, однако дверь квартиры Владена покорно закрыла. «Сырников? Да сколько влезет?» «Да нет же, сколько можно отсутствовать, бросив меня тут?» «Давно на службе не были вместе», ответила она, прекрасно поняв мой вопрос. «Надо бы сходить, завтра литургия». «Обязательно надо», кивнула я. Первое время мы бывали в храме каждый день, да и сейчас старались регулярно молиться за скорейшее возвращение Владена, живого и невредимого. Вот и договорились, Маринка буквально затянула меня в свою квартиру. «Что здесь происходит?» в ужасе спросила я, оглядывая квартиру, вещи, в которые будто попали в вихрь пару минут назад. «Вещи собираю». Надоела мне подруга туда-сюда с баулами мотаться. «Не цыганка же я, в конце концов», выдала она. «Не удивлюсь, если цыганская кровь у Маринки все-таки присутствовала. Посмотреть хотя бы на ее наряды, в которых она рассекала еще летом. Такое буйство красок не каждая красотка имеет смелость иметь в гардеробе. Отец, конечно, сумел деликатно сместить вектор ее предпочтений в выборе одежды. Теперь ее образы нравились мне гораздо больше, хотя бы потому, что выглядела она в них немного скромнее. Если раньше все мужики разом сворачивали головы в ее сторону при нашем появлении, то теперь эффект от ее появления был чуть менее ошеломляющим. Давно было пора перебраться к отцу. «А ты...» запнулась Маринка. «Как на это смотришь?» «Положительно, конечно. Отец под присмотром, подруга в любви и внимании. Чего еще желать?» улыбнулась я. Вполне искренне, между прочим. «Ничего», вздохнула она, «будет и на твоей улице праздник. Чувствую, что скоро вернется». «Правда чувствуешь?» робко спросила я. «Или стараешься меня успокоить?» «И себя», грустно вздохнула Маринка и добавила совсем другим тоном. «Ешь сырники, холодные, невкусные будут». Не то, чтобы у меня был аппетит, но завтрак я с благодарностью съела, чтобы не обижать хозяйку. Потом я даже помогла ей собрать и упаковать кое-какие вещи. В это время Маринка безумолку болтала, вспоминала какие-то сумасшедшие истории. Сначала улыбку приходилось натягивать, но спустя полчаса я уже хохотала в голос. Как раз в середине очередного рассказа мне и перезвонила Мила. Я попросила уделить мне пару минут. Оказалось, что она проводит время в СПА и освободится только ближе к вечеру. Тогда я и могу подъехать». «Это кто?» поинтересовалась Маринка. «Знакомая Валеркинова коллеги. Ты уже в роли личной секретарши, не только сиделки?» ухмыльнулась она. «Не говори ерунды. Когда проводишь столько времени с человеком, невольно начинаешь вникать в его дела». «Не вольно ли?» «Думаешь, он держит меня силой?» «Ну, допустим, силой у него не очень. А вот с властью над тобой, какого-то черта, все лучше не придумаешь». Я поняла, что стоит быстрее закругляться. Поблагодарила Маринку за компанию и вкусный завтрак и поспешила ее покинуть. Быстро открыла квартиру Владана, вбежала в ванную со всех ног, включила воду в раковине и громко завыла. Не знаю, сколько я так стояла, уперев ладони в раковину, так что они побелели. Наконец, собравшись силами, умылась ледяной водой и прошла в кухню. Там я выпила стакан воды и выглянула в окно. На улице по-прежнему светило солнце, и я вспомнила, что вообще-то планировала прогуляться. Честно говоря, мысль отправиться к брату Игоря я держала в голове довольно давно. Деревня — прекрасное место для весенней прогулки. Я даже обувь надела сегодня соответствующую. Поначалу я думала позвать с собой Маринку, но, судя по реакции на звонок Милы, она не просто пошлет меня подальше, отчего доброго еще и ключи от машины заберет. С нее станется. Поэтому я включила навигатор и, убедившись, что путь я преодолею за час с небольшим, перекрыла воду, заперла квартиру Марича и стала спускаться в машину. Проезжая мимо нашего с Владаном офиса, хотела было остановиться, но решила, что сегодня я уже получила изрядную порцию эмоций, а впереди дорога. Поэтому приняла самое благоразумное решение и отправилась в путь, не останавливаясь. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok